Once again, I will try to be as loud and clear as I can. СС, вызываю. РА1АГН. Роман Анна, 1. Анна Йот Николаевич. На приеме. Йот Николаевич, слышим вас прекрасно. Прием. Слышу вас тоже хорошо. Здесь Сергей. Принимаю вас. Сейчас, наверное, будет еще лучше. Прием. Первый вопрос. Сейчас у нас на телемосту находятся школьники из Лондона. И первый вопрос их был от ЦЭМа. Какая разница между жизнью на Земле и на орбите? А еще раз повторите, пожалуйста, какая разница и забита была просто. Разница в том, что все-таки на Земле на нас делают гравитация, а здесь невесомость. Это самая большая разница, что у тебя все летает и ты в том числе. Прием. Валерий Космонавт, у меня вопрос. Вот эксперимент Биориск, меня очень заинтересовало. Сколько сейчас по времени уже отэкспонировались образцы в новой серии этого эксперимента? Если удастся на него ответить. Сколько позиционировались образцы, а чего? Покорите, пожалуйста. Валерий Николаевич, вопрос был о биориск-эксперименте, который идет на орбите. Вы знаете, я, честно говоря, так не могу вам сказать, потому что выставляются они почти что при каждом выходе. Ну, то есть, наверное, минимальное время экспонирования это было месяца три, если их устанавливали Михаил с Геннадием. Ну, а так вообще, так как три выносятся, как правило, то значит какой-то уже стоит, наверное, около года. Придем. Честно говоря, такой нестандартный вопрос, и я никогда не думал, что я великий потолок. Ну, то, что как манат Александр Александрович и Волков, конечно, великий и значимый, это я тут даже не спорю. Ну, наверное, очень большая ответственность быть сыном такого человека. Сергей Александрович, пожалуйста. Респособительность быть сыном такого человека. Теперь мы ждем следующего вопроса от наших гостей. Вы знаете, я слышал только хэппи-эндом, и хотел бы я пережить, просто пережил главный герой. Но если фильм, про который сейчас задают все вопросы, про мастиянина, ну, все-таки все, наверное, хотят более штатной работы. Конечно, потом интересно вспоминать какие-то случаи сложные, но всегда лучше все делать вовремя, и вовремя улетать, и вовремя возвращать. Прием. Я думаю, что любое... насыщение любой наукой, как российского сегмента, так и вообще международной космической станции, это всегда здорово, это разнообразит и в том числе и нашу деятельность на станции, поэтому я думаю, что не только я, но и все остальные члены экипажа, были бы только за. Прием. 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 Марсианин нам всем понравился, мы с удовольствием его посмотрели, и на следующий день даже у нас был повторный сеанс этого фильма. Фильм интересный, и на самом деле многому учит, и вдохновляет, мне кажется, на дальнейшее исследование космоса. На Звездные войны, являюсь одним из поклонников данной саги, смотрел еще в детстве на видеомагнитофоне на французском языке, и потом пересмотрелся со своими детьми с не меньшим интересным приемом. Средства у нас стандартные, как на Земле, то есть есть огнетушители, есть российские огнетушители, есть американские огнетушители, есть противогазы, опять же, как российского образца, так и американского образца. Но, с точки зрения воздействия на пожар, так как у нас все-таки здесь атмосфера искусственная перемешка, это дополнительный источник тушения пожара, это отключение всей вентиляции, и тогда с вами, получается, когда вы едаете народ вокруг источника пожара, сам ликвидируется, но это как бы так в теории. Прием. В предыдущие сообщения. Да, сейчас постараюсь вам набрать по тому телефону, как вот мы с Ириной договаривались, так что, надеюсь, здесь все будет. В российский отряд космонавтов, иностранцы попасть невозможно, потому что по нашему законодательству, космонавтов, ну и не только российского отряда космонавтов, но и других стран, должно быть граждане той страны. И отряд космонавтов, где находится. Соответственно, это должен, если мы говорим о российском отряде космонавтов, это должен быть прежде всего гражданин России. А если мы говорим о времени тренировки к первому полету, то здесь у каждого космонавта была судьба. Если взять нас троих, кто сейчас летает на борту милитарно-корнивенка и я, то мы примерно одинаковое время потратили. Это от 11 до 12 лет больше. Да, они легко опознаются. И когда, допустим, у нас были пожары в Западной Сибири, ну даже не такого масштаба, а как в Западной Сибири, наименьшего. Да, это видны, виден дым, который распространяется от них. Видно, как распространяется пожар. Покольно неделю назад наблюдал мощные пожары в Калифорнии, но они там традиционно, в этом время где-то идут в горах. Видно, вот эти вот очаги мощнейшие и выбросы дыма, которые распространяются на несколько штатов. Поехали. Можно увидеть из орбиты. Теперь Михаил дает его спасибо за ИСС-крую, за этот радиоконтакт. Михаил, рад был слышать. Значит, сейчас у нас зона телефонная закончат. Я позвонил, наверное, где-то минут через 30. Не раньше, когда у нас будет снова зона. Все, до связи, 73. Сергей, скажи «хелло» в вашем компартменте, к вам, ребята. Все, Нелсунгей из Горни, здесь. Михаил, скажите пару слов для нас. Пол? 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 Пол, вы слышите что-то? Пол, вы слышите что-то? Что-то или нет? Да, мы можем услышать. Мы можем понять. Продолжение следует... Продолжение следует...